Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседа с Батюшкой». Я ее ведущий Дадил Ребенин. Сегодня у нас в гостях и романах Аркадий Логинов, проектор Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Аркадий! Добрый вечер, Данил! Благословите наших телезрителей! Благословен Бог наш всегда ныне и пресный во веки веков! А я напоминаю нашим уважаемым телезрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру 278-60-14, код города Екатеринбурга 343. Звоните нам, задавайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. Отец Аркадий, тема нашей сегодняшней беседы посвящена календарному событию. 13 декабря Церковь торжественно встречает память великого святого апостола Андрея Первозванного. И вот тема нашей сегодняшней беседы и будет посвящена краске этой личности. Всегда, когда мы рассматриваем тот или иной праздник, для нас важно, именно почему Церковь выделяет, что ли, и особенно, может быть, торжественно почитает, встречает этого святого, потому как мы, рассматривая его житие, читая, так сказать, события, связанные с его земной жизнью, можем что-то взять для себя, чему-то научиться. Будь то это святитель поздних веков, либо ранних, таких как, положим, апостол Андрей Первозванный. Давайте вот сегодня о нем поговорим. Ну, я бы хотел сказать, что, в принципе, да, имеет место вот некое разграничение в литургической практике Церкви в степени, что ли, торжественности, с которой, то есть, конкретно, устав богослужебный обозначает, вводит такие вот понятия, как праздники великие, средние и малые. Но, по существу, как мне представляется, да, это есть некая условность. И это традиция, которая корнями своими уходит в историю той или иной Церкви. И, соответственно, для той или иной Церкви исторически сложившиеся есть особо почитаемые святые, да, и менее почитаемые. На основании этого и складывался, собственно, сам календарь богослужебный, то есть, вот та степень торжественности тех или иных праздников. Ну, об апостольских праздниках, особенно, когда речь идет об апостолах из числа ближайших, двенадцати учеников, то есть, самых первых, самых близких учеников Христа, непосредственно им, призванных к апостольскому служению, то, как правило, все эти праздники относятся к категории, как минимум, средних праздников. То есть, совершается торжественное богослужение с чтением Евангелия на утренне. И к этой категории относится и праздник апостола Андрея Первозванного. Ну, вот для истории русской церкви, вообще, в принципе, для Руси, имя апостола Андрея особо значимо, и его почитание в традиции русской церкви очень рано возникло, очень рано возникло, и в первую очередь это было связано с самим апостольским служением апостола Андрея и преданием, дошедшим до нас, и особенно вот в русской церкви, храним предание о том, что апостол Андрей в своей апостольской проповеди не ограничился посещением только побережья Черного моря, в частности, от Крыма, Херсона, но и поднялся в Верховье, вверх по реке Днепр, и был на месте нынешнего города Киева, благословил это место и пророчески провозвестил, что некогда здесь будет славный город и церковь славная. Позже появляется предание и получает, хоть известность, распространение в русской церкви, предание о том, что он был еще и гораздо севернее, поднявшись по известному тогда пути из варягов в Греки, вплоть до Новгорода, и бывший был и там. И вот, например, в предании Воланского монастыря даже есть и такое, что апостол Андрей был и в этих местах, и здесь он водрузил крест в знак будущей славы этого места тоже. И есть даже такие предания, что он был еще севернее, то есть посетил скандинавские страны, и уже потом оттуда путешествовал в Рим. Но вот в этом есть различия в русских источниках, в традиции предания и жития апостола Андрея Первозванного. Есть византийские, то есть более ранние источники, которые, в принципе, ограничивают миссионерские путешествия апостола Андрея. Вот только, как я уже сказал, побережьем Черного моря. Но некоторые сообщают еще о посещении Верховья Дуная, то есть территории где-то современной Румынии. Основанием для развития вот этой вот традиции, преданий, которые мы храним в своей истории, является сообщение очень древнего источника, Оригена. Это второй век, начало третьего, который говорит о том, что апостол Андрей посетил скифские земли. И вот границы этих самых скифских земель, они на сегодняшний день даже точно не установлены. Есть разное предположение. Во всяком случае, на основании этого свидетельства можно определенно говорить, что в области Крыма он все-таки, наверное, бывал. И это может служить основанием для последующей традиции житийной, ну и, соответственно, представление в истории русской церкви об апостольском основании. Даже, да, если вот исходить из предания о пребывании апостола Андрея на Днепровских горах, на месте будущего города Киева, благословения этого места, то можно вот некую символическую связь найти. И русская церковь себя символически связывает именно с именем апостола Андрея Первозванного. Может быть, не случайно и почитание апостола Андрея в истории государства российского нашло и такое отражение, что один из очень почетных орденов Российской империи и ныне возрожденный тоже орден святого апостола Андрея Первозванного. Ну и, наконец, символика российского флота, флаг российского флота, опять же, возрожденный уже в нашей истории современной России, так называемый Андреевский флаг. То есть это полотнище, имеющее перекрестие, это так называемый Андреевский крест. Именно на таком кресте по преданию был предан мученической смерти апостол Андрей в конце своей жизни в царствовании императора Герона около 67-го года. Д. Аркадий, ну это, в общем, деятельность апостола Андрея после, так сказать, Пятидесятницы и того, как апостолы, в общем-то, начали заняться проповедью уже Евангелия по всему миру. Но что мы можем узнать вообще об этом апостоле, а может быть, об его личности, так сказать, характере, вот со страницы Евангелия? Для нас, ведь это тоже весьма интересно, мы можем, допустим, прочитать о характере апостола Петра и, так сказать, представить эту личность, да? Или, опять-таки, можем увидеть со страницы Евангелия, вот, казалось бы, в нескольких фразах апостола Фому, что это был за человек и сколько вообще, казалось бы, в этих маленьких фразах можем для себя подчеркнуть. Что-то мы можем вообще сказать об апостоле Андрея со страницы Евангелия? Ну, вот, если приведенные примеры, да, действительно, личности апостола Петра очень в ярких красках представлено в евангельском повествовании, то об апостоле Андрее сведения в книгах Новозавет, в частности, в Евангелиях, очень скудные, очень малые, но, с другой стороны, и очень значимые. Наверное, самым первым упоминанием об апостоле Андрее следует считать повествование евангелиста, апостола Иоанна Богослова. Он называет среди двух учеников Иоанна Претечи, к которым Претеча, обращаясь, говорит о грядущем за ним Христе, о Мессии. И на другой день, когда, вот, повествует апостол Иоанн, Иисус пришел к Иордану, Иоанн указал своим ученикам, двум ученикам, на него и сказал, «Вот, Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И эти два ученика последовали за Иисусом. Иисус, обратившись к ним, сказал, «Чего вы хотите? Что вы ищете?» Они пожелали быть с ним, назвав его учителем, сказали, «Учитель, где ты живешь?» Он сказал, «Придите и увидьте». Они пришли, увидели, где он живет, и тот день провели, пишет апостол Иоанн, вместе с ним. И затем он как раз и вот раскрывает, что одним из тех двух учеников был Андрей, брат Симона Петра, имя которым, как раз имя Петр, дал уже сам Христос. Так мы выясняем, что Андрей был родным братом апостола Петра, что оба они были родом из Вифсаиды, откуда был и родом апостол Филипп. Апостол Марк, повествуя тоже о призвании учеников, дает немножко иную версию, говоря о том, что Иисус, идя по берегу Теверятского моря, увидел Андрея и Симона, занимающихся рыбной ловлей, ибо они были рыбаки, и сказал им, «Следуйте за Мною». Потом, пройдя далее, увидев Иоанна и Иакова, тоже братьев Зеведеевых, также призвал их, и они оставили своего отца Зеведея и последовали за Христом. Исследователи считают, что в данном случае речь идет уже о втором призвании, и что после того первого призвания вот этих вот двух учеников, а второй ученик, видимо, сопутствующий Андрею в тот момент, был никто иной, как сам Юний Иоанн, ибо по всему Евангелию о себе он сам себя не называет, а всегда говорит о себе в третьем лице. И таким образом, как раз и мы получаем вот тот самый ответ на вопрос, прозвище апостола Андрея первозванный, то есть он стал одним из первых учеников, призванных Христом. Отец Аркадий, позвольте, мы немного проявимся, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Благословите, пожалуйста. Благословит вас Господь. Раба Божья Наталья Магнитогорс. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Простите, мне, в темпоте, холд Святого Духа, какой грех является вот таким вот страшным грехом, который царство считает, что и Господь сказал, что не прощается, даже холд Святого Духа нет. Спасибо большое. Спасибо за ваш вопрос. Действительно, Господь сказал, что всякий грех простится человеку, кроме греха, греха холы на Духа Святого. И действительно, очень трудно понимать, вот что же подразумевается здесь, что есть холла на Духа Святого. Ну, я думаю, что здесь надо исходить из того, как учат Церковь о Духе Святом. Дух Святой – одна из апостасей Святой Троицы, и Церковь называет его Духом Жизни, животворящим, дающим жизнь. И, наверное, по этой причине, наверное, грехом холы против Духа Святого является грех посягательства на жизнь. Поэтому традиционно грех самоубийства считается самым страшным грехом, самым страшным грехом, потому что человек посягает на свою собственную жизнь. Даже убийство другого человека оказывается менее, хоть и это тоже страшный смертный грех, но это грех, который можно простить, да, то есть найти прощение в нем, раскаяться, да, потому что человек сам, хоть и лишает жизни другого человека, но остается жив и может одуматься, осознать, покаяться, и жизнь своей засвидетельствовать свое покаяние. Человек, который восстает сам против себя, налагает на себя руки, да, лишает сам себя жизни, лишает себя и возможности покаяния. Он покушается на жизнь, мы думаем, что вот мы сами распоряжаемся своей жизнью, но мы никогда не задумаемся о том, что появляемся на этот свет, в этот мир, мы приходим не по собственному произволению. Я родился в этот мир не потому, что я захотел этого. И я не есть виновник своей собственной жизни. Мне жизнь дана извне, моими родителями и Богом. Поэтому я не имею права распоряжаться сам своей собственной жизнью. Вот в этом отношении самоубийство считается основным, главным грехом, хуй против Духа Святого. Но Дух Святой действует в Церкви, и все совершаемое в Церкви совершается Духом Святым, поэтому, конечно же, и грехом против Духа Святого, наверное, можно считать и грех богохульства, когда хулится, ну в каком смысле, да, когда человек сознательно и намеренно, например, попирает церковные таинства. Но вот здесь я опять же оговорюсь, да, все-таки человек, оставаясь, да, имея все-таки жизнь, оставляет за собой возможность даже и в этом покаяться. Таким образом, наверное, основным, как вот вывод, я вот в заключении сделал, что грех самоубийства есть тот самый грех хуй на Духа Святого против жизни, которая даруется Духом и в Духе совершается, который не может быть прощен, так как человек не может раскаяться в нем. Спасибо, Отец Аркадий. Давайте возвращаемся к нашей теме. Мы говорим сегодня с вами об апостоле Андрея. Церковь 13 декабря чтит его память, торжественно так уж в нашей церкви сложилась, в русской церкви. Что-то мы можем еще узнать об апостоле Андрея вот со страницы Евангелия, помимо, вот, так сказать, призвания вот этого, ну, ключевого момента. Ну, вот, дальше становится, дальше повествование об апостоле Андрея становится совершенно эпизодическим. Его имя лишь изредка упоминается, например, когда речь идет о, когда перечисляется, называется имена 12 учеников Христовых, его имя звучит среди них. Не может быть никакого сомнения, что апостол Андрей, как избранный ученик, ближайший ученик Христа, присутствовал во всех ключевых моментах евангельской истории. И, например, о нем говорится, и, видимо, и роль его тоже была весьма значима среди прочих учеников. Надо понимать, будучи братом Петра, и старшим братом он был соответственного возраста старшего, поэтому иудеи, воспитанные в уважении к взрослым, к старшим, соответственно, вот, некая иерархия, что ли, среди учеников, даже вот чисто по возрасту какая-то, она, наверное, соблюдалась, потому что в некоторых моментах фигурирует такое, что, когда кто-то обращается, ища Иисуса к одному из апостолов, он сообщает об этом в Арфоломе, кажется, да, он обращается к Андрею, и уже затем вместе они идут ко Христу. Вот есть такой момент упоминания его, да. Ну, а дальше, вот я сказал, что какие-то самые ключевые моменты и важные моменты, такие как Тайная вечеря, где Андрей, без всякого сомнения, был среди учеников Христова, среди двенадцати ближайших учеников. Конечно же, это событие Пятидесятницы и предшествующее ей избрание вместо отпавшего и покончившего с собою Иуда Искариота, избрание двенадцатого апостола, на его место, коим стал апостол Матфей. Ну, а вот и дальше уже в книге «Деяния» имя апостола Андрея практически не упоминается. То есть дальше это уже область преданий. Самым ранним источником, апокрифическим источником стало так называемое «Деяние Андрея». Это памятник появился в середине второго уже века, и к нему восходят уже последующие памятники, источники, в том числе легшие в основу жития апостола Андрея. Атис Аркадий, у нас есть еще один звонок, давайте немножко прервемся. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте, слышно меня? Вас слышно, задавайте ваш вопрос. Это Валентина из города Сальска, Ростовская область. Подскажите мне, пожалуйста, вот Евангелие от Матфея сразу же за «И блажен, кто не соблазнится, а мне». Это мой вопрос, и еще просьба к вам есть. Помолитесь о здравии сына моего Ильи духовным и телесным, если у вас есть такая возможность. Хорошо, спасибо за ваш звонок. Ну вот, признаться, я так и не уловил, в чем заключался вопрос. То есть, Евангелие от Матфея «Блажен, кто не соблазнится, а мне». И что, в чем вопрос? Ну, видимо, а как понимать эту фразу, что значит «соблазнится, а мне»? Ну, блажен, кто не соблазнится, а мне. То есть, ну, в чем заключается вопрос. Как понимать эту фразу. Да, вообще, как понимать эту фразу. Ну, Христос приходит в этот мир в образе раба, приняв на себя зрак рабий. То есть, воплощение Бога, Слова, Сына Божия, сопряжено с тем, что святые отцы называют, по-гречески это называется «киеносис», ну, а в переводе на русский означает «уничижение». Бог уничижается, ибо Всесовершенный, Абсолютный соединяется с конечным, тварным. И вот это вот соединение, немыслимое соединение, оно, тем не менее, происходит, потому что только так, только так возможно спасение человека. Это единственный путь, который Богом избирается для того, чтобы восстановить падший образ человеческий. Но, что это значит? Это значит, что для человечества Христос, пришедший в этот мир, это человек. И мы видим в Иоаннском повествовании, да, что его все именно так и воспринимают, в общем-то. Никто не видит в нем Бога, и когда он свидетельствует о себе, как о Сыне Божием, напротив, считают, что он возводит, что он богохульствует, ибо делает себя Богом, будучи человеком. Это иудеям воспринимается как богохульство. Поэтому слова, вот эти вот слова «блажен тот, кто не соблазнится о мне», да, как раз можно понимать в том смысле, вот как ученики Христовы, как апостол Андрей. Вот его призвание, которое мы уже сказали, да. Пророк Иоанн, креститель, пророк, которого Церковь называет совершеннейшим из пророков, еще и потому, что никакой-то он особенной силой обладал, потому что, как мы видим, он не совершил каких-то особенных чудес, но его служение было сопряжено с тем, что он проповедовал в само пришествие Спасителя. Все пророки, до него бывшие, говорили об этом как о грядущем, а он указал на того, кто есть Мессия. И смотрите, вот эти два ученика, они были учениками Иоанна при Кече, как отзывается их сердце. Вот он сказал им, вот Агнец Божий. Они видят человека, но они доверяют, верят своему Учителю, верят, что это открытым Духом Божиим. Достаточно вспомнить сюжет чуть бывший позже, когда Иоанн, оказавшись в темнице, посылает своих учеников к Христу с вопросом, ты ли тот, кого ожидаем, то есть ты ли Мессия? Ну, толкователи обычно считают, что это не выражение сомнений самого Иоанна, а эта фраза, это послание им, своих учеников к Иисусу, есть не что, она как уверение для своих собственных учеников. Ну, уже не Андрея и Иоанна, да, а тех, кто... у него было не только два ученика, конечно же. Ибо все видели в нем, без сомнения, видели, признавали в нем человека великого, пророка Божия. И самый образ жизни его, аскетический образ жизни, он жил в пустыне, носил, как следствуют евангелисты, вот, одежду из верблюжьего волоса, питался только травой и там, саранчой и диким медом. И он обличительную речь произносит, он призывает покаяться Израиль и называет себя гласом, вопиющим в пустыню, исправьте пути Господни. Так вот, Андрей доверяется его слову и следует за Иисусом, и потом неотступно за ним следует. Как и те ученики его ближайшие, которых он призывает. Вот они есть те самые блаженные, кто не соблазнился о нем. Потому что, когда, например, беседуя о хлебе жизни, о чем повествует евангелист Иоанн, Христос говорит такие вот слова, что он есть хлеб, сошедший с небес, и он дан в пищу. И тот, кто не будет вкушать его плоти и пить его крови, тот не наследует с ним участи, не наследует жизни. И Иоанн добавляет, слыша эти слова, многие из учеников его, те, кто ходил за ним, соблазнились и от того времени не стали ходить с ним. Он обратился и к тем двенадцатке, избранным своим, сказал, может и вы оставите, бросите меня. Но Петр говорит от лица всех, куда же мы пойдем, ты, учитель, имеешь глаголы жизни вечной. Вот это вот чувствование, хотя они, вот ученики апостола Христовы, они до последнего пребывали в, можно так сказать, неких иудейских заблуждениях. То есть, сознание, их ум, руководивший их действиями, они все-таки ожидали действий Мессии таких, как были научены. То есть, видели в нем царя, который, что когда-то наступит тот момент, что он объявит себя царем и освободит народ Израиля, иудею от римского владычества, и вообще иудеи станут царствовать над всем миром. Они в этих заблуждениях пребывали. Но какое-то внутреннее чувство, вот та простота, духовная чистота, видимо, тот самый признак, который и был определяющим, когда Христос избирал их. Ибо Христос, как Бог ведает сердца человеческие, вот, это позволяло им не соблазниться о нем. То самое последнее, хотя они все время были на грани. Вот апостол Петр, который по своей грячности, своего характера, вспыльчивости какой-то, да, он хватается за меч, готовый идти на смерть со Христом, но он же трусливо отрекается, трусливо отрекается от него, тогда, когда видит его судимым. И когда рабы архиереевы, архиерейские рабы, значит, рабы первосвященника говорят, а ты не с ним ли ходил, не видели тебя с ним, он говорит, нет, нет, это не я. Понимаете, то есть, в них есть человеческое, а им не чуждо это человеческое, но в них есть и то вот эта вот искра Божественная, которая позволила им после благодатного восхождения Духа Святого, принятия Духа Святого, уже со всей силой идти по всему миру проповедовать учение Христа. Да, проповедовать не просто учение, а самого Христа, ибо Христос, он не учение важно, а сам Христос. Сам Христос есть путь, ведущий в жизнь вечную. Борис Аркадий, у нас остается совсем немного времени на окончание эфира, и вот хотелось бы еще обсудить какой вопрос, это именно то, чему мы должны научаться от апостола Андрея. Безусловно, мы уже сказали определенного рода моменты, вот сейчас то, что было у апостолов, то, что было конкретно у апостола Андрея. Но вот еще раз, и, может быть, вынести самое важное, потому как каждый праздник нас чему-то научает, будь то это праздник, связанный с конкретным человеком, со святым, будь то это господские праздники. Ну, наверное, если говорить именно о жизни апостола Андрея, вот его апостольское служение, как и прочих апостолов, в чем? Апостольское служение апостолов – это посланник. Вот они были посланы Христом до края земли проповедовать Евангелие, то есть проповедовать самого Христа. И мы видим их бесстрашно идущих на эту проповедь, не раз принимавших побои, бывавших на грани смерти, но самое главное – вот конец их жизни. Все они претерпели мученическую смерть за Христа. То есть положили свою жизнь целиком и полностью, отдали ее на служение, вот этому призванию, ничего не имея своего, не преследуя ничего своего. Но служа лишь одной цели. И вот жизнь апостола Андрея, которая также закончилась мученичеством в городе Патры, ну, на этот счет есть разные, конечно же, там, разночтения, но все-таки вот наиболее традиционным является то, что он пострадал в городе Патры, где он был распят на кресте, то есть полностью повторил путь самого Христа. Патра последовал ему даже и в смерти, приняв вот такую вот мученическую смерть. И для нас всякий раз, вот это есть назидание, наверное, надо понимать, видеть в том, что вот воспитание себя, в себя в себе такой силы духа, чтобы быть готовым, по слову апостола Петра, дать упование, дать ответ об уповании нашим всякому вопрошающему. В любой ситуации мы видим, что мир всегда против Христа, как об этом сам Господь сказал. Никогда мир не примет Христа. Мир, здесь мы подразумеваем, именно вот та часть, которая укореняется во грехе, да, и живет грехом, она никогда не примет Христа, и не примет его проповедников, и не примет всякого верующего во Христа. А для нас это означает в том, что каждый из нас степень мученичества в своей жизни воспринимает тем или иным образом, исповедничество, мученичество ли. Вот этим мы, наверное, должны назидаться, то есть той самой готовностью пострадать за Христа, даже и до смерти. Отец Аркадий, ну мы с вами вынуждены прорываться, время нашего эфира подошло к концу, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу, спасибо вам, благословите наших телезрителей. Господь да благословит всех нас и укрепит в вере. А мы с вами на этом сегодня прощаемся, всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»!